Всем привет! С вами канал AlexDNPro и в этом видео я расскажу вам о том, как избавиться от запаха перегара. Все способы абсолютно рабочие и проверены тестовой группой. Однако перед тем, как мы с вами рассмотрим способы, давайте все-таки разберемся, что такое перегар. Перегар – это неприятно пахнущие продукты распада алкоголя, которые появляются через час-полтора после приема спиртного. Печень тогда начинает перерабатывать его в безвредную уксусную кислоту. Многие путают перегар с запахом алкоголя, но на самом деле это два разных аромата, которые могут одновременно исходить от одного человека, усиливая друг друга. Методы борьбы с ними тоже немного отличаются. Не все знают, что неприятный запах перегара появляется не изо рта и не из желудка. Уксусная кислота, являющаяся причиной перегара, выводится через легкие, с дыханием, и в меньшей степени через мочу и кожу. В зависимости от количества выпитого алкоголя для полного очищения потребуется от 3 до 36 часов, поэтому быстро убрать перегар нельзя. Можно лишь на короткое время заглушить его разными средствами. Для начала рассмотрим самые быстрые способы маскировки на экстренные случаи. Самый распространенный из них это жевательная резинка, простой и доступный метод, позволяющий быстро перебить запах перегара. Недостаток действует максимум 10-15 минут. Считается, что лучше всего подходят мятные жвачки, но на самом деле они слишком резкие. Перемешку с перегаром дают непредсказуемый результат. Советую покупать жевательные резинки с фруктовым вкусом. Второй способ. Гигиена полости рта. Чтобы не пахло перегаром, можно почистить зубы или воспользоваться специальным освежающим спреем. Эти средства, как и жвачки, действуют до 15 минут, лишь перебивая запах. Другие ароматизаторы. Самые доступные в домашних условиях это 2-3 минуты пожевать петрушку, мускатный орех, кофейные зерна, обычные жареные семечки или чеснок. Этого будет достаточно, чтобы взбить перегар примерно на 30-40 минут. Недостаток. Перечисленные народные средства сами имеют резкий запах, а на чеснок очень сильно реагирует инспектор ГИБДД, даже если вы и не употребляли. Затем должна последовать небольшая физическая активность. В первую очередь необходимо погулять в парке или сквере 20-30 минут, ну или хотя бы открыть форточку в доме. Легкая зарядка тоже не помешает. Чтобы активизировать работу легких, советую выполнить дыхательную гимнастику. Ничего сложного в этом нет. Достаточно в течение 5 минут делать глубокие вдохи и выдохи. Гипервентиляция легких способствует их очищению. Результат. Запах перегара становится не таким сильным. Многие не верят в этот метод, считая его бесполезным, но я настоятельно рекомендую его опробовать. Водные процедуры также являются одним из самых доступных и простых способов поправить здоровье и снизить запах перегара. Теплая ванна и контрастный душ прекрасно очищают поры кожи, способствуя выводу алкогольных токсинов из организма. Идеальным было бы сходить в баню, но сразу на следующий день после вечеринки это доступно не всем, поэтому можно ограничиться в ванной или душе. Также старайтесь пить как можно больше жидкости и помните, что напиток должен быть крепким, сладким и горячим. Кофе, зеленые и черные чаи спастимулируют работу почек и обладают мочегонным действием, способствуя выводу остаткового алкоголя. Но их можно пить лишь в том случае, если нет проблем с сердцем и артериальным давлением. Одной чашки раз в 4-5 часов будет вполне достаточно. Минеральная вода, отвары трав и фруктовые соки восстанавливает минерально-кислотный баланс организма, борясь с причиной перегара, а не его последствиям. Что же касается пищи, то для улучшения общего самочувствия советую вам съесть большую тарелку супа или борща, а также яичницу. Первые два блюда богаты витаминами. Яичница белком и аминокислотами, которые помогают печени переработать остатки этилового спирта на десерт фрукты. Мочегонным эффектом обладает арбуз и земляника. Напоследок давайте рассмотрим Медицинские средства от перегара. В первую очередь имеется ввиду знаменитый антиполицай. И подобные ему средства, в эффективность которых поверили многие водители. Но эти препараты, как и жевательные резинки, лишь на некоторое время перебивают запах, а потом он появляется снова. Садиться за руль, приняв подобное средство, категорически не рекомендуется. Действуют, как правило, такие препараты до часу. Неплохо с перегаром справляются. И другие препараты от похмелья. А вот активированный уголь и другие сорбенты бесполезны, поскольку причина неприятного запаха не имеет отношения к желудку. Действуют эти средства. Что же касается активированного угля, то его необходимо принимать до употребления спиртного, а не после. Активированный уголь максимум поможет вам снять остатки алкогольного отравления, если они у вас имеются. Чтобы избавиться от перегара как можно быстрее, советую одновременно использовать сразу несколько методов, касающихся питания, употребления жидкости и физической активности. В крайнем случае, еще помогут таблетки против похмелья. Перегар от пива и водки уходит не раньше, чем через 3, а то и 8 часов после первой выпитой стопки или бокала. Что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, информация стала для вас полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok